ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ Мы уже знакомы с одним из подцарств животного мира — подцарством одноклеточное. На рисунке амёбопротей, которая относится к типу саркодовые, эвгленозелёная, которая относится к типу жгутиконосцы и инфузория туфелька, относящаяся к типу инфузории. Чем отличаются простейшие от других животных? Организм простейшего состоит из одной клетки, которая выполняет все функции живого. Простейшие представляют собой одновременно и клетку, и целый организм. Потомками древних простейших являются многоклеточные животные. В отличие от простейших, их тело состоит из множества клеток. Выполнение функций в многоклеточном организме поделено между различными видами клеток. Клетки, выполняющие одну функцию, имеющие общее происхождение, исходное по строению, в многоклеточном организме объединяются в ткани. Типы тканей животных. Эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная типы тканей. Ткани животного организма образуют органы, выполняющие свойственные им функции. Таким образом, у многоклеточных организмов существует специализация клеток. Специализация клеток, тканей, органов и их систем по выполняемым функциям. У многоклеточных животных имеются системы органов. Нервная, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, эндокринная. Система органов размножения или репродуктивная. Многоклеточность обеспечила развитие систем органов животных, способность к различным способам передвижения, добывания пищи и размножения. Существует несколько теорий происхождения многоклеточных организмов. Одна из первых созданных теорий — теория Ганстреи-Геккеля. Учёный считал, что первый предок многоклеточных животных, Гастрея, появился в воде и плавал подобно личинкам губок и кишечнополосных. Потомки Гастреи дали начало губкам и кишечнополосным, а ползающие формы — плоским червям. Другой известной теорией происхождения многоклеточных животных является теория Фагоцителлы Мечникова. По мнению учёного, предком многоклеточных животных является Фагоцителла, похожая на личинку губок с клетками внутреннего слоя, способными к фагоцитозу. В современной науке известно, что примитивные многоклеточные организмы, губки, берут своё начало от древних колониальных жгутиковых. Далее в процессе эволюции происходило усложнение жизненных форм и появление новых групп животных. Индивидуальное развитие любого многоклеточного животного начинается с одной клетки. В зависимости от уровня развития, многоклеточные организмы имеют определённый уровень развития систем органов. Наиболее простое строение из многоклеточных животных имеют двухслойные животные — губки и кишечнополостные. Наиболее высокоорганизованными среди многоклеточных животных являются млекопитающие. Млекопитающие имеют наиболее развитую трубчатую нервную систему среди многоклеточных животных, отличающиеся хорошо развитыми полушариями переднего мозга, с чем связано разнообразное сложное поведение. А вот у губок, кишечнополостных животных, нервная система, напротив, примитивная, диффузная и представляет собой разбросанные в слои тела нервные клетки, соединённые между собой отростками. Нервные узлы скопления нервных клеток появляются у червей. Все многоклеточные животные способны к ответной реакции организма на раздражение при участии нервной системы, то есть проявлению безусловных рефлексов. Многоклеточные животные могут иметь радиальную или лучевую симметрию тела, как, например, медуза или гидра, и двустороннюю симметрию тела, как, например, у собаки, жирафа. Многоклеточные организмы делятся более чем на 20 типов. К ним относятся, например, тип плоские черви, тип круглые черви, тип кольчатые черви, тип моллюски, тип членистоногие, тип хордовые. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ